Первый день Великого Поста Православная Церковь рекомендует вообще воздержаться от принятия пищи. В последующие дни воздержаться от вкушения мясных, молочных продуктов, яиц, рыбы и масла. Но, как говорят священники, никакой духовной пользы Великий Пост не принесет без понимания, для чего православный христианин берется его соблюдать. Он не упирается в одни лишь пищевые ограничения, но дает возможность внутреннего преображения. Это когда мы должны делать то, чего не хочется, а не делать того, что хочется. То есть устраняем свои какие-то блага, которые нас расслабляют, и больше начинаем заботиться о том, что нас делает лучше по отношению к близким, по отношению к людям окружающим. Еще в 19 веке на время Великого Поста в Москве прекращалась театральная жизнь. Сегодня мы живем в светском государстве, и каждый сам решает, во что верить. Но православным христианам церковь рекомендует в постные дни отказаться от посещения развлекательных мероприятий и заведений, помня о том же назначении Великого Поста для человека. Сейчас можно найти тысячу причин сказать, ну у нас там у детей в школу надо там мероприятие, у нас там на работе какая-то там вечеринка, ну найти тысячу оправданий. Но здесь должно быть пониманием того, что любое развлечение, любое развлечение, оно расслабляет, внутренне расслабляет, снимает какие-то преграды с нас. И мы говорим, а, говорим, в одном месте расслабились, в другом, потом махаем рукой, а, в следующем году. Вера является прихожаткой храма Петра и Павла, трудится здесь же в церковной лавке. Для меня, например, самое тяжелое, ну вот в еде воздержаться, да, там не есть определенные продукты, это не самое для меня сложное. Мне сложнее всего, наверное, от чистого сердца простить людей, которые обижают. Это, наверное, самое сложное для меня. Но стараюсь, все равно стараюсь поменьше ругаться, как-то быть более милосердной к людям, ну к детям, к мужу. Вареники с вишней, с картошкой, грибами. Где в пост еда на первом месте, так это в трапезной прихраме. Вкусно накормить постящегося – их обязанность. К началу Великого поста работники кухни готовятся заранее. Мы, во-первых, с летом делаем всякие заготовки. Мы заготавливаем грибы, солим, огурцы, помидоры. Делаем всевозможные варенья с ягод, с фруктов. И также мы еще делаем обязательно зразы, морковные котлеты. То есть мы обязательно готовимся к этому основательно. Впадать в крайности при соблюдении поста тоже не рекомендуется. Ко всему нужно подходить с рассуждением, с пониманием своих возможностей. Все должно быть обдумано, взвешено. Если ты болеешь, это не значит, что ты должен по уставу, чтобы как монахи, ты не должен этого делать. Соблюдать ту грань, на которой у тебя есть возможности, и грань, которую ты уже не можешь понести. Оно должно быть вот так везде. То есть разумное взвешивание всех наших поступков. Михаил Зуйков, Антон Кабрижных, ТВР24.